История с отсутствием связи у пользователей Киевстара продолжается. Так стало известно, что ответственность за уничтожение сетевой инфраструктуры Киевстар взяли на себя российские хакеры из группы Санцепёк. Об этом пишут РосСМИ. Они утверждают, что кибертеррористам достались личные данные клиентов компании, фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адреса. Якобы были уничтожены и бэкапы, взят под контроль сервер резервного копирования. Хотя как именно через Киевстар можно получить данные, никто не объяснил. Киевстар опровергли заявление хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и похищении данных. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов находятся в безопасности. Информация вражеских телеграм-каналов о якобы уничтожении компьютеров и серверов не соответствует действительности, заявила спикер оператора Ирина Лиличенко. Этот же тезис подтвердили и в СБУ. СБУ возбудило уголовное производство по факту кибератаки на Киевстар. Производство открыто сразу по 8 статьям Уголовного кодекса Украины. Эксперты объясняют, что подобная атака могла готовиться годами. Этот тип атак относится к КПТ атакам. Это самый сложный и самый высокий уровень атак на жертв, который требует долгой подготовки, месяца и даже года. Стоимость подготовки подобного класса атак может оцениваться в миллионы долларов. Тем временем украинцы штурмуют магазины других операторов в надежде получить новые карты и перейти на другого оператора. Абонентам Киевстара заблокировали возможность подключения к сетям других операторов. Это сделали для того, чтобы избежать перегрузки Vodafone и LifeCell. Также киберполиция предупреждает об активизации мошенников в компенсации от Киевстара. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты и распространяют сообщения о компенсации от оператора. Компания Киевстар вместе с сотрудниками СБУ пытаются как можно быстрее восстановить связь, пока известно, что уже работает интернет у некоторых пользователей, а до конца дня обещают возобновить связь. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Команда Украина сегодня работает для вас.